всем привет сегодня видеоролик про цвет это такая тема которая будет полезна абсолютно всем тем кто выбирает краску для ремонта кто подбирает обивку дивана а кто-то выбирает одежду даже для того чтобы выбрать одежду нужно знать немножечко теорию цвета я сегодня читаю формате лекции и снимаю это видео именно в таком формате так вот у нас проходит обучение в нашей школе по дизайну интерьера в которой я преподаю которую я веду и тема цвета это один маленький кусочек из всего объема информации которые я доношу до студентов и по поводу чего мы вообще занимаемся и снимаю я этот ролик именно в рамках моей школы про дизайн интерьера и если вам понравится то вы можете написать мне сообщение вы можете записаться на мои курсы пройти их обучиться дизайн интерьеру и применять эти знания на практике либо для себя либо для своих клиентов и так сегодня про цвет поехали итак цвет цвет это всего лишь небольшая часть всего процесса над которым работает дизайнер интерьера но при этом не надо думать что цвет это какая-то такая неважная незначительная часть работы нет это огромная всеобъемлющая если может так сказать это целая вселенной сегодня постараюсь немножечко вас погрузить в этот цветной мир так сказать но а здесь сейчас вы видите такой образ знаете завода вообще я сравниваю процесс дизайн проектирования именно вот с таким заводом внутри которого есть такие некие цеха через которые мы идем и пройдя через все в каждом цеху выполняя какую-то последовательную работу в итоге мы получаем готовый дизайн проект ведь для многих большая загадка как же делается дизайн проект вот студенты например ко мне приходят из архитектурных вузов и говорят мы получили много знаний но не знаем как подступиться к проектированию потому что вроде как нас этому не научили те люди которые хотят с нуля освоить дизайн проектирования у них тоже большой вопрос чего начинать как продолжать чем заканчивать вот пожалуйста вам структура она понятная она ясная абсолютно четкая первый этап тех задания второй этап перепланировка третья концепция ну и так далее иди последовательно делай все последовательно и будет тебе счастье внутри каждого этапа например концепция там есть много под этапов много таких отдельных строчек которые отдельных работ которые нужно выполнить для того чтобы дизайн проект вообще случился случился качественно и вот одна из таких строчек этот свет и сегодня про цвет мы с вами разговариваем но чтобы вы понимали все это делается естественно в рамках большого-большого дизайн проекта большого большой работы работа с цветом начинается с цветового круга и здесь на ваших экранах это 12 частный цветовой круг который предложил иоханнес иттан кто не знает погуглите он вел фор курс в знаменитом баухаусе и конечно прокачивал студентов так что потом из них вырастали мастера мирового масштаба а здесь вы видите его его книгу искусство цвета рекомендую всем приобрести и держать как настольную книгу если вы интересуетесь темой цвета работая с кругом и наблюдая за дизайнерами как они работают с кругом я в общем пришел к таким умозаключениям что кругом то особо никто не пользуется кто-то говорит ой что-то тут цветов не хватает зачем не надо я возьму лучше палитру что-то у меня не получается вообще с кругом потому что не получается в силу отсутствия цвета вот какие-то такие рассуждения поэтому если вы также думаете также рассуждаете то вам точно смотреть дальше чтобы понять как с ним работать но вот это пример интерьера я взял просто из интернета первую попавшуюся картинку так что прошу не обижаться если вдруг окажется что тот кто ее создал смотрит сейчас это видео это просто как пример того что вот по цветовому кругу просто мы взяли с круга вот этот кислотный желтый и попробовали из него сделать интерьер получилось как-то не очень так вырви глаз и наверное тот кто попробовал решил нет больше по цветовому кругу работать не буду а иначе вот так вот получается и потом следующий уровень дизайнеров это подборка из пинтереста например где вот есть множество таких выкладок с подбором цвета и вот они берут эти цвета как-то начинают с ними работать какие-то создают интерьеры и как правило тоже ничего не выходит но например вот здесь вот диван который белого цвета он если вы видите отдает таким голубым стальным оттенком а должен быть белым это вследствие того что вероятно нарушена цветовая схема о них позже поговорим следующий уровень развития по моим наблюдениям я могу ошибаться если я ошибаюсь поправьте меня в комментариях но то что я наблюдаю в своей школе вообще за дизайнерами такой следующий уровень как бы развития это составление вот таких коллажей красивых но ни черта непонятных для клиента но то есть что будет за интерьер неясно более того в таких коллажах очень часто допускаются точно такие же ошибки в цветовых схемах как если без таких коллажей поэтому смысл в этих коллажей это ну разве что уловить настроение клиента что ему нравятся такие подушечки или такие такие столики или другие и когда например мои студенты или дизайнеры пытаются идти таким путем который рассказал получаются вот такие вот невзрачные интерьеры какие-то такие блеклые плоские которых не чувствуется объема вроде бы все правильно но нету вот знаете если сравнивать с блюдом то как будто бы не посолили не поперчили и вкуса нет вот наверное с этим можно сравнить а какие основные ошибки если мы не знаем как работать с цветом это нарушение цветовой схемы вот здесь вот абсолютно нарушение цветовой схемы и нарушение контраста светлого и темного видите как много контрастов вот обратите внимание белый плинтус который бросается в глаза вот он прямо вот прям бросается а еще больше две картинки здесь которые прямо как глаза у собаки в диснейском мультике вот так вот вот они прямо на нас выпрыгивают прямо вот вот прямо отталкиваются от стены это не очень хорошо потому что производит не очень хороший эффект и вызывают такое некое раздражение то есть это раздражающие элементы в интерьере и это ошибка на самом деле потому что мы больше никуда не смотрим не хотим ничего разглядывать это вот ошибка в контрастах и это тоже работа с цветом а вот этот вот интерьер тоже опять-таки же прошу пожалуйста не обижайтесь если вдруг я чей-то интерьер тут зацепил но давайте посмотрим и вы напишите в комментариях вот здесь вот явно использована дорогая мебель но смотрится совсем недорого этот интерьер почему потому что нарушена цветовая схема что мы видим в первую очередь это комод и круглый столик который тоже на нас как бы выпрыгивают потому что они очень контрастные и сразу же лезут на передний план в то же время здесь есть красивый декор какая-то картина необычная на стене но мы их совершенно не замечаем потому что они буквально сливаются со стенами вопрос зачем так подбирать декор чтобы его было не видно и другой вопрос зачем так подбирать мебель чтобы она на тебя выпрыгивала хотя в этом комоде который выглядит просто как белая коробка ничего особенного нет но я не говорю уже про мебель какую-то более интересную но она совершенно незаметно сливается со стеной и и практически незаметно и так здесь потрачены деньги видно что не маленькие потрачены деньги но при этом выглядит очень как-то скромные бедненько то есть не видно что деньги то потрачены то есть об этом знает только видимо хозяин который за все за это рассчитывался но эффект к сожалению не получился чтобы чтобы вот вал а сегодня мы будем рассматривать не только ошибки но и примеры хороших интерьеров как я считаю именно с точки зрения подбора правильной цветовой схеме я вам это покажу но вот это все продолжение ошибок плоские интерьеры нету глубины нарушения контрастов слишком они явные которые начинают раздражать глаз и когда человек не знает как с этим работать он видит что в интерьере что-то не получается он начинает насыщать интерьер какими-то архитектурными элементами ну например вот эти полоски на стене вот эти вот бра просто для того чтобы как-то разнообразить как-то сделать краше эту картинку но в итоге получается так себе ну то есть такой ремонт ради ремонта дизайн ради ремонта мне кажется это не очень правильно а вот эту картинку я нашел на сайте устроители где они рассуждают о том где правильно где неправильно я просто набил в поисковике про колористику были мои запросы что правильно что неправильно и вот первая картинка но видимо реклама что ли выпало две этих картинки посмотрите на них внимательно вот одна крестом зачеркнута другая галочка ничего вас не смущает вот лично меня смутило я потом понял что на самом деле то что зачеркнуто красным это и есть правильная схема а та которая указана правильно то неправильно ну или не совсем правильно понимаете в чем дело то есть одна смотрится плоско не интересно скучно а вторая богата насыщена глубоко причем здесь я не призываю рассматривать сам дизайн как дизайн потому что кому-то нравится такой кому-то такой не нравится а а именно с точки зрения колористики богатство колористики и насколько она вытягивает весь интерьер вот я с этой точки зрения призываю вас посмотреть но потом мы вернемся к этому слайду и я объясню почему когда я готовился к этой лекции я забил в поисковике что должен знать колорист и мне выпало все про то как нужно красить волосы не понял почему но зато я понял другое что ничего толком найти невозможно про то как нужно пользоваться цветом как его применять то есть вроде бы всего вокруг много но так структурированных знаний абсолютно мало или их вообще нет хотя литературы и книг огромное количество я мог бы некоторые из них порекомендовать про иоханна со иттона я уже сказал могу и другие тоже вам например посоветовать а в цвете как и в любом другом деле важна и теория и практика я замечал среди своих учеников среди дизайнеров других что много прочитали теории и типа мы все знаем но потом сталкиваются на практике значит уже с практикой и практика как правило корректирует по голове все ошибки которые не учли в теории вот но вот нашел такую веселую картинку поэтому я сюда поставил что теория всегда сталкивается с практикой поэтому знания про цвет если вы хотите их прокачивать и как-то ближе с этим познакомиться особенно научиться с этим работать то обязательно нужна практика вопрос какие упражнения делать при этом это интересный хороший вопрос на которые я отвечаю рассказываю и показываю в моей школе дизайна мы практикуемся я даю специальные упражнения которые позволяют вам прокачать мышцу вашего зрения то есть вы начинаете видеть свет по-другому но сейчас поговорим про теорию на своем опыте могу сказать я прочитал очень много книг у меня в библиотеке огромное количество книг про цвет но к пониманию и умению работы с ним я не продвинулся практически ни на сколько пока не начал практиковаться об этом я уже сказал вот здесь видите рука с кисточкой которая закрашивает цветовой круг кстати говоря ведь цвет это великий обманщик друзья цвет его нельзя воспринимать один сам по себе ну например вот эту вот кружку а как вот на нас психологически влияет вот этот вот синий зеленый оттенок да никак не влияет потому что он всегда находится в окружении других цветов вы же не будете жить в комнате которая выкрашен только в зеленый или только в синий вас окружает множество цветов поэтому рассуждать об этом цвете мы можем только с точки зрения рассуждения но не практики потому что практика всегда сталкивается с тем что а у нас рядом появилась темная черная поверхность или синяя поверхность или у нас солнце светит оранжевым или красным каким-то оттенком или у нас искусственное освещение в общем много факторов которые друг с другом сталкиваются в общем это все теория и этой теории вы можете найти множество в интернете она безусловно полезно и надо про нее знать вот здесь например про восприятие цвета человеком то есть все что тут из этой картинки вы можете для себя почерпнуть это то что цвет эта волна которая идет от источника освещения от солнца например попадает на предмет отражается летит к нам на сетчатку глаза дальше там посылается сигнал в мозг который решает что это поверхность красная или синяя вот так это работает в общем более подробно гуглите в интернете я здесь останавливаться на этом подробно не буду наша лекция не про это кстати потом в конце лекции вернетесь к этому слайду посмотрите на то как перемешаны цвета на то как показаны основные цвета и найдите ошибку найдите в чем ошибка первая мысль главная которую я бы хотел до вас донести это то что каждый предмет каждая вещь которая нас окружает имеет свой цвет то есть идет волна от солнца отражается например от цветка от его листьев часть лучей поглощает остальную часть посылает к нам в глаз дальше сигнал в мозг и наш мозг говорит что о это зеленый а вот в стекло например о это голубой а вот в какой-то камень о это красный терракотовый еще какой-то понятно да и отсюда мы делаем простой вывод что каждый предмет каждый природный предмет обладает своим цветом это очень важно зафиксируйте это и запомните каждый предмет каждая вещь каждая природная вещь любая обладает цветом есть цвет кожи цвет волос цвет дерева ну и так далее второй момент который хочется обозначить это то что мы сами можем этот цвет воспроизвести то есть мы можем взять банку с краской и покрасить какую-то поверхность в любой цвет который мы захотим давно не знаю кухонный гарнитур захотели голубым покрасили можем ткань покрасить например сделать шторы каким-то там цветом для этого есть богатая палитра красок цвета мы выбирая любой цвет из этой палитры можем намешать банку краски и выкрасить все что угодно получить тот оттенок который нам необходим это тоже второй момент который необходимо вам зафиксировать откуда получается все эти цвета возвращаемся к цветовому кругу да то есть когда мы берем веер в котором множество цветов один производитель 2 3 например не знаю там текурила бенджамин мур или что-то там еще там там ланнерс это все производители красок они все называют красивыми названиями свои краски цвета но все эти цвета получаются ровно одним способом вот из этого цветового круга в этом 12 частном цветовом круге заключено три основных цвета все цвета все богатство палитры красок которую вы имеете перед глазами они получаются из этих трех цветов желтый синий красный мы их смешиваем друг с другом и получаем необходимый нам оттенок мы можем его высветлять затемнять с помощью белой и черной краски вот и все собственно говоря если мы обратимся к истории и посмотрим как художники прошлого рисовали то мы увидим что у них было что у них была палитра буквально там три-четыре-пять цветов и все но смешивая их они получали огромную палитру красок вот смотрите об этом и говорит и ахана сытым если мы желтый синим смешаем мы получим вторичный цвет то есть зеленый если мы смешаем желтый и красный то вторичный цвет оранжевый если мы смешаем цвета вторичные с первичными то мы получим цвета третьего порядка и так далее это нужно понимать то есть всю богатство цвета всю палитру мы создаем вот из этих вот трех цветов поэтому не надо жаловаться и сетовать на цветовой круг 12 частный что там якобы не хватает цветов просто вы не умеете с ним работать но сейчас научитесь в цвете есть такие понятия как тон яркости насыщенность тон это как раз таки цвета вот эти вот 12 цветов и даже больше которые вот здесь в круге а то есть красный тон синий тон зеленый тон яркость это когда мы например в красный цвет добавляем белую краску и она у нас начинает бледнеть то есть теряет свою яркость цвет теряет свою яркость и разбеливаясь превращается в бледно-розовый почти белый то же самое если мы будем добавлять черную краску то он цвет будет превращаться в бордовые в коричневые и потом в черный это называется яркостью и еще один параметр насыщенность это когда красный цвет теряет свою насыщенность при добавлении в него серого оттенка то есть серой краски добавили чуть серого он побледнел потерял насыщенность еще добавили еще 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 и постепенно он превращается в серый и про такой оттенок можно говорить он слабо насыщенный вот это ключевые понятия в цвете которые позволяют нам понять что на цветовом круге красный например красный цвет имеет огромную палитру оттенков менее ярких более ярких более насыщенных менее насыщенных то есть там много 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 цветов в одном всего лишь красном цвете если вы говорите что это розовый то на самом деле это сильно разбеленный красный если вы говорите это коричневый то это затемненный красный с помощью черного цвета чтобы еще ближе приблизиться то есть я вам предлагаю посмотреть цветовой шар который когда-то придумал разработал отто рунге тоже можете погуглить почитать про его цветовой шар то есть когда мы представляем весь цветовой мир в виде шара то тогда нам легче понять что это целая вселенная цвета а не всего лишь какой-то там отдельно взятый круг если мы попилим этот шар на сегмент и заглянем внутрь то увидим как это работает то есть у нас есть центральная ось черная снизу белая сверху и вот такая растяжка по этой оси получается черного к белому ровно посередине в центре этого шара это средний серый цвет средний серый цвет если к этому среднему серому цвету мы будем добавлять например тот же красный то добавляя эту насыщенность он будет превращаться в красный но вот если здесь в разрезе мы посмотрим то мы видим как цвет набирает насыщенность и став к экватору становится уже полноценным цветом здесь это прекрасно все видно дальше возвращаясь к материалам мы можем каждому материалу найти свой оттенок цвета внутри этого шара это важно научиться видеть цвет в каждом материале и что главное понять его систему координат вот этот вот голубой от стекла он куда относится голубому к сине-зеленому какой из этих оттенков это важно потом при составлении колористической схемы цветовой круг можно сравнить с компасом и сделать вывод что это всего лишь направление для выбора цветовой колористической схемы поэтому к цветовому кругу нужно относиться именно так это просто компас это просто направление по которому мы движемся и он нам помогает не сбиться с пути с нашего цветового пути здесь показаны гармоничные сочетания нашего импровизированного компаса бывают родственные цвета вот это сближенные бывают дополнительные цвета бывают триады классические суженые бывает квадрат бывает прямоугольник вот собственно говоря и все цветовые схемы которые существуют и которые вы можете использовать это важно понимать и когда мы понимаем что у нас такая-то цветовая схема и например в ней присутствует красный цвет смотрим вниз вы видите сколько оттенков красного на самом деле может быть если у нас по дополнительной схеме напротив красного находится зеленый то есть мы взяли красный взяли зеленый то есть зеленого тоже может быть сколь угодно много точно так же как и красного и вот из этих вот оттенков мы можем уже выбирать и цвета и что важно материалы если этот материал относится красному это значит он подходит в мою эту схему а если нет то значит моего либо убираем либо меняем другую и выбираем другую цветовую схему так вот возвращаясь картинки которую я нашел на сайте строителей сейчас вы сможете понять где есть цветовая схема а где нет вот например картинка слева здесь есть четкая цветовая схема синий с оранжевым и сейчас вы ее видите вот здесь есть столик он оранжевый пол оранжевый светильник оранжевый вот какие-то декоративные элементы оранжевые ножки у табуретки оранжевые рама вот этих зеркал оранжевая просто они друг этот оранжевый других оттенков менее насыщенный они такой яркий или наоборот яркий понимаете то есть но он находится в схеме а в противоположность оранжевому синий здесь у нас это и картина и декор и потолок голубой и когда схема правильная вы обратите внимание картинка смотрится сочно например карнизы белого цвета смотрится сочно они белые а на картинке справа потолок смотрится грязным то есть белый цвет он не такой белый как мог бы быть почему потому что нарушена цветовая схема чего-то не хватает какой-то цвет есть а какого-то нет это значит что какой-то цвет просто выпал из этой схемы а так как наш глаз все время ищет гармонию то он подсознательно посылает сигнал в мозг и говорит вот этого цвета не хватает надо бы добавить им мозг начинает искать этот цвет вот как-то это так работает это называется симультанный контраст когда ваш мозг додумывает того цвета которого не достает вот поэтому когда вы покупали в магазине какой-то красивый серый диван и привозили его к себе в квартиру он вдруг становился с каким-то мерзким фиолетовым оттенком или желтым например вот поэтому когда вы покупали какую-то одежду она вам нравилась а потом приезжая домой она меняла оттенок да просто потому что вы попадали в окружении других цветов вот так себя ведет свет он постоянно меняет оттенок зная это вы можете пользуясь этим правилом выстраивать правильные гармоничные цветовые схемы дорогие друзья если тяжело разобраться приходите в школу там мы это прокачиваем знания делаем упражнения и вы учитесь видеть цвет ссылочка будет в описании ну а сейчас я предлагаю посмотреть примеры классных дизайнеров это винсент даре посмотрите на этот интерьер я здесь вижу схему прямоугольную обратите внимание на основное конечно это же синий цвет вы его прекрасно видите второй противоположный ему оранжевый он здесь есть в цвете кровати в цвете вот этих крылышек видите в цвете декора то есть везде везде мы видим оранжевый цвет дальше мы видим зеленый кровать покрашена спинка в зеленый там этот цвет присутствует а также есть красный вы его видите в декоре справа и слева от винсента даре великолепный пример работы с цветом это прекрасный великолепный колорист рекомендую поискать в интерьере и поразглядывать его интерьеры это следующий его интерьер это классическая триада как мне видится красный синий желтый самая крепкая классическая триада и здесь вы ее прямо видите она видна невооруженным глазом весь остальной интерьер монохромный то есть черный с белым но цветовая схема присутствует следующий его тоже интерьер это цвета которые сближены друг другу так называемая родственная схема сейчас вы ее без труда здесь видите разглядывайте картинку и попробуйте попробуйте определить это цвета можно ли сказать что эта цветовая схема бедная нет конечно же это очень классная мощная целостная цветовая схема посмотрите сколько оттенков зеленого просто с ума сойти ну вот он красавчик в своем же интерьере обратите внимание он даже одежду подобрал по цветовому кругу ну вообще с ума сойти мастер с большой буквы вот вам пожалуйста другой представитель французского дизайна жан-луис диньон тоже признан великим мастером здесь мы тоже прослеживаем классическую схему дополнительных цветов это синий и оранжевый найдете сами или нужно подсказать но мне кажется что сейчас вы уже сами можете определять а вот еще одна не очевидная схема это ильзы кроуфорд и мне здесь видится зеленая с красным зеленый цветок красный ковер мебель которая справа тоже как мне видится красная возможно я ошибаюсь если нас смотрят мастера колористики поправьте меня вдруг вы заметили что-то чего я не заметил но вот мне здесь явно видна схема зеленый и красный хотя на первый взгляд конечно не очевидно и даже в таком интерьере в котором мы вроде бы цветов то и не наблюдаем все равно колористическая схема присутствует и за счет этого интерьер смотрится глубоко интересно богато это наш дизайнер иракли заря преподаватель в школе детали где я учился колористике надо сказать отличная школа к сожалению учат только очно поэтому с этим связаны определенные сложности но вот его прекрасно великолепный интерьер здесь я вижу схему такого узкого треугольника вы ее тоже наверное заметите а поразглядывайте этот интерьер и поправьте найти те цвета которые указаны на цветовом круге и подумайте друзья неужели здесь цвета использованы вот так в прямую вот так в открытую с этого круга да нет конечно если мы возьмем оранжевого то мы увидим тут множество оттенок оттенков этого цвета но это все оранжевый они все относятся к этому оранжевому цвету каждый материал имеет свой цвет и этот цвет попадает в колористическую схему зная это вы уже можете определить где совершена ошибка в том или ином интерьере или вашей подборке тех или иных материалов но знать мало надо практиковаться поэтому приглашаю к нам в школу практиковаться создавать дизайн практиковаться с цветом это мощные задания которые помогают вам прокачать этот навык дорогие друзья тоже наш интерьер чего ж тут скромничать вот цветовая схема узкий прямоугольник мы тоже эти знания применяем на полную катушку что называется и стараемся делать интерьер гармоничные дорогие друзья здесь схема прямоугольника использованы цвета красный оранжевый синий зеленый посмотрите сами найдите их в этом интерьере они здесь есть и все здесь построено по этой колористической схеме по крайней мере мы так думаем а может быть где ошиблись поэтому подсказывайте скорее мега колористы я на пути к тому чтобы стать этим мега колористом мне очень нравится эта тема очень она меня увлекает я наблюдаю за именитыми дизайнерами стараюсь понять какие они применили схемы чего и вам желаю дорогие друзья ну на этом пожалуй я завершу свой уже теперь длинный ролик всех приглашаю в свою школу ссылочка в описании а также кто просто интересуется кто не хочет может быть совсем глубоко погружаться то есть так поверхностно понаблюдать я вас приглашаю подписаться на мой телеграм-канал который называется интерьерные встречи там мы проводим открытые уроки общаемся задаем вопросы отвечаем это очень такой лайтовый режим и помощник вам если вы занимаетесь дизайном хотите заниматься дизайном мечтаете стать дизайнером делаете ремонт и всех приглашаю туда абсолютно бесплатно он открыт ссылочка тоже будет в описании телеграм-канал интерьерные встречи всем велкоме ну а на этом все я заканчиваю свою лекцию ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал да прибудет с вами муза всех жду в школе в школе сурового практика на своих курсах прокачивайте в себе дизайнера все теперь точно пока